Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и Партнеры. И сегодня мы поговорим о том, какие же сделки банк считает подозрительными. Итак, помимо 115 федерального закона, где очень расплывчато прописаны критерии, есть еще и внутренние пресс-релизы Сбербанка. Вот такая интересная бумага. Первый раз мы с этим столкнулись аж в 2019 году. Там крупнейший банк РФ привел 10 действий, из-за которых точно будет заблокирован расчетный счет. Как физического, так и юридического лица. Самое интересное, что банк не будет разбираться, умышленно это сделано или по неосторожности. Достаточно самого факта. Итак, снятие крупных сумм с расчетного счета на прочие нужды. Излишнее объяснять. Второе. Моментальное снятие день в день крупной суммы в момент ее поступления на расчетный счет. Третье. Похожие однотипные сделки по очень крупным суммам. Признаки вывода денег. Четвертое. Снятие крупных сумм при помощи бизнес-карт. Пятое. Поступление и перевод крупных денежных сумм в один банковский день. Признак транзита, что ваша компания или вы сами являетесь транзитным звеном. Шестое. Снятие наличных денежных средств на цели, не связанные с ведением бизнеса. Опять же мы говорим про юрлицо или ИПшник. Седьмое. Не оправданы высокие заработные платы, если компания находится в стадии предбанкротном, например, и говорит о том, что у нее убытки, но при этом не урезает заработные платы. И они гораздо выше, чем в среднем по региону. Восьмое. Компания или индивидуальный предприниматель регулярно открывает краткорасрочные вклады и в течение месяца их закрывает сразу после того, как происходит обналичивание поступивших туда денежных средств. Девятое. Беспричинный перевод крупных денежных средств в другой банк, где условия обслуживания явно хуже, чем были до этого, тоже является подозрительной сделкой и тоже будет заблокирован расчетный счет до выяснения причин. Ну и десятое, самое распространенное в последнее время, невозможность установить участников сделки. Все это говорит о том, что эти участники фиктивные и сделка это прикрытие, например, для обналичивания или хищения денежных средств. Особенно все это работает с бюджетными денежными средствами. Вот таких 10 правил, вот таких 10 действий, на которые обязательно обращают все крупные банки, все топ-10 внимание и обязательно, скорее всего, будут заморожены ваши расчетные счета. Чем это грозит, помимо того, что вам заблокируют расчетный счет и вам придется объяснять легальность движения денежных средств на своем расчетном счету? Росфинмониторинг. Если банк посчитает, что это достойно его внимания, будет передана информация в Росфинмониторинг. И там с вами будут разбираться уже совсем по-другому. А там, где Росфинмониторинг, мы все прекрасно понимаем, что может закончиться либо служба экономической безопасности ФСБ, либо управление экономической безопасностью и противодействие коррупции МВД. То есть уголовные дела. Вот так все серьезно. И если вы внимательно меня смотрели, я все время говорил про крупные суммы. Что же это такое крупная сумма? Для каждой компании, для каждого индивидуального предпринимателя это своя сумма. Она складывается из мониторинга всей деятельности компании в конкретный период. Полгода-год. Но меньше миллиона никого не интересует. Все, что свыше миллиона, уже попадает под контроль. Соответственно, если компания большая, все зависит от того, какой у нее по предыдущему периоду год-полгода был оборот и какие были сделки. И если конкретно какая-то сделка выбивается из этого графика своей крупностью, например, сразу в 3-4 раза больше, чем обычно у вас все это было, Будьте спокойны, обязательно она будет взята на контроль. И если вдруг с вами случилась такая неприятная ситуация, обращайтесь к нам. У нас есть достаточно опыта по тому, как разблокировать расчетный счет и доказывать легальность тех или иных операций. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнев Антон. Дамы и господа, если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка. Одним словом, правоохранительный орган, полиция, следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляет к вам повышенный интерес и вы хотите защитить себя и свой бизнес, переходите по ссылке корнев.москов, один звонок и вы под защитой.